друзья здравствуйте мои дорогие ну вот опять мы к вам вышли с прекрасными интересными информациями от александра удовиченко его масловеда прекрасная маслица чудесная и жмых вот сегодня тема у нас жмых какое жмых лучше какой прекрасный жмых какой еще прекраснее все же махи у александра чудесная я кстати хочу сказать вот я сейчас покажу когда он мне просто в дар вот попробовать маслица выслал еще написал так что я тебе еще жмых и вызвала я думаю интересно но я это в своей жизни видела жмых я значит такое для меня это не секрет я вам сейчас на капер покажу семечки я когда увидела думаю боже какое золото какое прекрасное вообще цельная красивая семечка вот посмотрите какая красота носите эти это у нас тыква а вот это это абрикосик посмотрите какая прелесть косточка абрикосовая то есть это реально вот из этого давилась то есть тут еще огромное количество белка огромное количество масла микроэлементов макроэлементов с эти вот такое есть у александра то есть это не просто какой-то шрот раздробленный вот там непонятно какой переженный которого кушать ну просто невозможно я реально вам на камеру вот вот еще две семечки да вот тыква чтобы понимали то есть вот это 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 продукт который остается после давки масла я признаюсь у меня в семье это вместо снайка снайка идет дети идут там на улицу играть берут жменичку далее и все время вот кушает так как мы привыкли семечки кушать вот у меня дети вот так развлекаются и у меня всегда это все и семечки орешки всегда доступе но им это нравится потому что она сухое и она хрустит очень вкусненько поэтому смотрите какая благодать то есть вот даже вот эта зеленая оболочка за которой все гоняются вспоминать в детстве а помните живчиков травили нам вот гельминтов вот вот этой вот как раз . зелененькой так вот она вся здесь понимаете все целебные свойства которые есть в семечке принципе да они вот здесь они есть поэтому вы можете вкусное маслице кушать и жмых поэтому мы с александром собственно и решили записать такое чудесное видео по жмыхам и я думаю что вам обязательно нужно это вот послушать я понимаю что все мы работаем там дела у нас все но вот эта информация вам будет важно потому что жмых это не просто там какая-то вкуснятина да это еще полезнятина будем приятными словами говорит вот александр он мастер этого дела я конечно передаю тебе слово саша расскажи пожалуйста о жмыхе да благодарю друзья изначально так общее видение жмых это семечка из которой отдавили отжали немного ману большую часть масла которую можно было вот определенным давлением отжать у меня на столе вот несколько видов жмых алена вам там показала тыкву и абрикос я вам покажу вот это жмых расторопши он на столе вот это жмых льна класс и вот это жмых подсолнечника чуть выше чтобы было видно вот смотрите какая семечки только они видите немножко такие все как бы с бочками уже они когда в бочке лежали я же их сильно сдавил а потом давление убрал и они у меня такие как бы я их это немножко стройненькие мы когда начали заниматься маслоделием самом деле думаем вот семечки остаются че с ними делать вроде вкусно поесть в общем начали изучать информацию я даже нашел такую информацию что это касаемо масло черного тмина и жмыха черного тмина что вот при терапии различных заболеваний рекомендуется употреблять живое масло и параллельно с этим принимать жмых того растений с которого добыто масло для чего для того чтобы терапевтический и оздоравливающий эффект был намного больше то есть это информация скажем так от официальных медицинских салют почему саж вот смотрите природа она не просто так придумала вот значит там масленичную культуру да какую-то и собственно что делать сейчас в магазинках под названием аптеке да то есть берут маслица и продают вот смотрите живительная значит микстура фактически все у вас будет хорошо но растения у нас огромное количество макро микро элемента витаминов и иже с ними да они усваиваются комплексом то есть получается маслица вы скушали но в проценте масло должно быть больше потому что настоящий масляничной культуры которые там 90 процентов масла в составе у нас фрукты жировые исчезли ягоды жировые когда корочку снимаешь а там сплошной вкусный сладкий жир вот вот это у нас исчезло так вот если мы возвращаемся к этому мы понимаем что жира действительно должно быть много мы должны его везде добавлять нужных он нужен для того чтобы все что есть в масле усвоилась лучше комплексно потому что да он усвоится все будет прекрасно но когда вы работаете через комплекс вы берете тогда и из жмыха максимум и соответственно из масла максимум а если по отдельности да и фиг будет но это знаете как половинка на серединку поэтому жмых однозначно я рекомендую да и получается что вот получив эту информацию то есть начали изучать и потом мы сейчас скажем так наша компания в сообществе маслоделов состоит именно тоже кто занимается бочковым прессованием и мы с коллегами то есть заинтересованы в исследованиях и проводились исследования что вот например культура в масло переходят витамины переходят макро и микроэлементы ну естественно вот этот необходимый нам растительный жир но витамины и микроэлементы могут переходить не в полном составе какая-то часть остается в жмыхе помимо того что в жмыхе остаются микроэлементы макроэлементы витамины жмых скажем так если вот упрощенно 50 на 50 это высококачественная легко усваиваемая клетчатка и это белки то есть аминокислоты которые тоже нашему организму полезны вот например если взять жмых подсолнечника здесь до 50 процентов белков и вот знаете есть такой стереотип что вот говорят особенно тем кто занимается там спорт на спортзалы ходят ой белки да только с мясом он 100 грамм мяса 20 20 процентов белка да друзья во мозге пудрят вот вот здесь 100 грамм этого подсолнечника 40 грамм белка и он легко усваивается он усваивается лучше чем животные в общем каждый вид жмыха это кладезь витаминов вот если взять жмых расторопших то мировые мировые скажем так организации которые медициной якобы занимаются даже они признают что это уникальный продукт для оздоровления потому что любой из этих жмыхов он вашем желудке скажем так они абсорбируют все ненужные вещи они чистят стенки нашего желудка они выводят токсины они выводят тяжелые металлы то есть это по своей сути чистильщики нашего желудка если у нас желудок находится в чистом состоянии в хорошем то соответственно у нас весь организм и все наши органы будут в таком же состоянии ну то есть здорово вот жмыхи этим можно применять и например по по льняному жмыху что хочу сказать льняной жмых вот если его регулярно начать и принимать по несколько ложек в день то через месяц а у кого-то и раньше все зависит от состояния желудокишечного тракта то есть вы почувствуете значительное улучшение самочувствия ваш желудок начнет работать это все отразится на внешнем виде человека если кто-то с лишним весом борется это тоже очень хороший как бы хорошая альтернатива современному питанию потому что вот представляете какая богатая польза богатый состав есть все микро и макроэлементы но этот продукт диетический скажем так он невысококалорийный вот я вот по поводу жмыха вот как раз льняного немножечко еще пару слов скажу друзья важно понимать что это классная щетка вот представьте какое количество гадости попадала в наш организм и все это облепила наш кишечник и когда вот именно конкретно льняной жмых идет да даже любой жмых но вот просто льняной самый очевидный потому что многие слышали об этом вот удобно оперировать именно этими вещами так вот он когда идет он начнет облака прямо этой щеткой сдирать все эти солидолы до которые вот налипли всю эту жировую денатурированную массу которую по стеночкам по ворсиночкам уже помню да как кишечник устроен там есть маленькие такие ворсиночки и вот они как раз если забиваются у нас ничего не впитывается то есть мы не всасываем микроэлементы макро и все что там есть кишечники то есть получается что вот эта вся жмыховая масса она начинает прочищать продирать кишечник понимаете но щадящий то есть это не так что за поднос золотуха и все вместе нет это фоново то есть вы также питаетесь также кушаете да но я конечно рекомендую всем отказаться от каких-то ужасов до динатурированных по раз уж мы по маслам говорим тут александра прекрасные масла которую можно и кушать и мазать и закапывать и в носы и куда хочешь и в глаза потому что это все рабочий материал вот прям реально вкусно покажи кстати свое маслица саш потому что люди видят далеко да да не видит такая специализированная бутылка обязательно темное стекло а у нас колпачок с дозатором чтобы удобно наливать вот наша этикетка то есть вот такую продукцию мы производим такие бутылочки упаковываем на предыдущих видео я рассказывал то есть как у нас немножко процесс идет если более вас это все заинтересует заходите на мои каналы я там делаю подробнейшие разборы по и как процесс идет и как упаковка и что у нас я раскрываю полностью и показываю все что у меня есть ничего скрывать не охота наоборот хочется этим делиться но у друзья тут уж знаете как когда я уже со своим опытом и знаниями зашла на канале на канал александра я очень поздно ложись и рано встаю я 40 минут просто залипал его телеграм-канале да и у меня просто вот аж глаза уже начали болеть то что я в темноте сижу не моргая читаю мне мне было интересно я некоторые моменты не знала понимаете поэтому это очень круто когда есть возможность и жмых взять и маслица в комплексе но вернемся к жмых потому что я тебя как говорится немножко прервала расскажи пожалуйста вот по остальным еще жмых у нас ассортимент большой то есть каждый вид жмыха вот тыква абрикос абрикос вообще такой абрикосовый жмых очень интересный в нем витамин есть 18 это в нем там на есть элемент который останавливает рост раковых клеток жмыхом расторопшие если его еще то есть можно и без масла это применять можно чистить печень то есть тут силимарин находится вот это такое соединение которое постановка помогает наши печени очищаться принимая жмых расторопшие он и выводит снимает отеки у людей то есть на самом деле ну кладезь просто кладезь полезных свойств и применяя начнете вот если вы это применять вы почувствуете эффект в принципе я думаю через неделю внутренний а по поводу льняного жмыха тоже вернусь есть же вот ой как же она джана будвиг я не помню женщина она умерла довольно таки преклонном возрасте и и 7 раз выдвигали на нобелевскую премию она то есть в своей терапии раковых больных то есть рекомендовала каждые три часа по две ложки есть жмыха либо семян то есть потому что они обладают очень прекрасной способностью очищать наш желудок потому что вот смотрите жмых он без уже без жира скажем вот так очень сухой вот они как и сухие сухие семечки эти и вот эти семечки момент такой же вы когда будете применять его лучше размолоть но размолоть именно столько сколько вам нужно на разовый прием то есть не так что вы купили полки лотом намололи себе банку и месяц едите нет жмыхе все-таки есть оболочка которая сохраняет все внутренности если вы размолите и долго будет стоять будет он прогоркать то есть надо молоть только перед самым приемом и вот так то есть она рекомендовала постоянно принимать льной жмых и получается как вот эти перемолотые частички жмыха они к вам когда в желудок попадут они увлажнятся и они немножко разбухнут и вот именно вот эти частички они вроде твердоватые но они будут разбухшие они как действительно как щетка будут прочищать у вас желудочно-кишечный тракт и действие будет на протяжении всего тракта хотела бы сказать следующее друзья вот мы вот смотрите какая штука вот кто не видел наше предыдущее видео мы там говорили о том что есть разница между даже маслом которая шнековая да и маслом вот которая вот таким отжимом делается это очень важно так и в жмыхе разница если вы берете где-то жмых это не тот жмых который есть вот здесь у александра почему потому что шрот которые вот берут да вот отходы он действительно уже настолько перегретый он уже окисленный там ничего полезного не будет друзья это даже вред будет такого жмыха это нужно знать потому что когда через шнековый маслопресс это все размельчается это все реально вот как говорил александр начинает дымиться то есть это вот на выходе это перегретое сырье перегретое сырье там пережженные все полезные вещества толку от такого жмыха не будет да он будет у вас даже возможно такие обычно этот жмых он даже бесплатно раздается то есть вы берут или забирают никому не нужен и даже я знаю людей которые производят масло вот такое где именно не жмых а шрот я бы так его называла и они отдают как же вид клиники вид аптеки лишь бы это все забралось и люди уже просто так это для животных там в корм забирают то есть это не для людей но просто я хочу акцентировать внимание а когда вы берете и семечка вот такая цельная вот такая тут чему тут пережигаться тут во первых не было температуры вообще чтобы понимали то есть это все кушается вот просто так как она есть то есть вот цельно теперь со своей сыроедческой стороны но вы знаете что чем я питаюсь и собственно хочется сказать об этом вот все меня спрашивают как сделать вкусный хлебушек потому что мы знаем да что вот глютена очень много в пшеничке да в той же самой которую нам везде пропихивают и вот ну из чего да люди не понимают вот вы берете вот этот вот жмых вы его действительно измельчаете и начинаете формировать хлебушек немножечко тертого таблучка чесночка добавили сейчас зелень какая вкусная все это перемешали все это сложили форму естественно немножко влаги там маслица добавили посолили все это в дегидраторе высушили и у вас хлебушек вкусный полезный вот хотите сладенькое добавили ягодок метка у вас через несколько часов будет уже вкусный хороший хлеб поэтому вот я это говорю не для того чтобы там знаете просто нагнетая что вы там только здесь и нигде но просто вы меня спрашивали я вам объясняю я вам рассказываю как я делаю сама потому что ну вот когда берешь вот я сейчас на камеру покажу видите какой он сыпучек красивый чудесный замечательный жмых вот как из этого не сделать хлебушек это же классно тем более когда этот жмых можно взять в комплектации с маслом но вообще великолепно потому что знаете как вот если мы уж берем перестраивать свою жизнь чтобы все было гармонично так это надо делать комплексно поэтому у нас и вышло следом за второе видео да вот след за тем видео которое было по маслам то есть какие масла растительные лучше кушать употреблять нас следующее вышло именно по жмыхам то что вот смотрите сказать пей так и никак иначе и не предложить дополнение то есть как лучше еще сделать это было бы странно поэтому сегодня по жмыхам но хорошо саша еще есть что добавить по жмыхам да я просто ален вот подтверждю твой пример то есть на самом деле глютен очень такая штучка-то не очень полезная уже про это все знают а вот лен глютена не содержит мы дома перешли то есть очень просто сделать хлебцы достаточно вот этот лен перемешать он немножко такой склизкий становится туда вы можете хоть зелень хоть что добавить потом либо в дегидратор либо в микро либо в духовку на самую температуру расстелили все высохнет и вы получите шутка шикарные вот как они называются флаксы ну то есть такие только вкусные у меня дочка только ими питается и другого ничего не надо потому что друзья это все домашнее вот так это по-человечески должно быть когда вам даже вот смотрите заходите супермаркет лежит эта булка огромная где там килограмм дрожжей на там на килограмм теста то есть фактически там кошмарное количество дрожжей которые начинают потом губить нас еще и две семечки то сверху повесили и продают за сумасшедшую цену ну вы же понимаете что это маркетинг ну чего толку там от этих двух семечек а когда ты понимаешь ты можешь жмыха причем качественного вкусного хорошего не перегретого не окисленного сделать домашнюю вкуснятина почему бы и не но вот так но хорошо саша еще что-то есть добавить или будем прощаться в заключении друзья хочу сказать что у нас жмыхи в основном с алтайских семян то есть алтай это такой особый регион экологической чистотой а заключение хочу сказать что меня отказывайтесь от стереотипов пробуйте что-то новое я уверен что это вам обязательно понравится тем более что вот то о чем мы вам соленой рассказали это вот прекрасная альтернатива и просто шикарное дополнение к рациону не просто вкусная но еще очень очень полезно и если вы это в регулярном потреблении будете вводить вы почувствуете ваш организм вас отблагодарить то есть делайте инвестиции свое здоровье однозначно но еще чтобы это было все экономично но мы понимаем что мы всегда денежку бережем и надо жить так чтобы все было и приятно и вкусно и полезно еще и по максимум сохранять свою финансовое благополучие вот от меня 5 процентов скидки вот я с радостью чтобы когда вы будете заказывать у александра в описании к этому видео будет приложены все контакты всех менеджеров всех все его сайта вконтакте пожалуйста да вот подключаетесь телеграме тоже самое огромное количество каналов пожалуйста будем рады вас видеть пожалуйста вот без ограничений читайте изучайте даже если вы к этой информации прикоснетесь это уже великое дело тоже начало изменения вашей жизни к лучшему поэтому промо-код чаровное да то есть там все это будет прописано в описании к данному видео промо-код используйте и будет у вас 5 процентов скидочки ну и конечно приятная вкусная всегда полезная маслица и прекрасный жмых ну хорошо александр будем прощаться я тебя благодарю что ты находишь возможность приходить ко мне с новой интересной информации делиться с людьми я надеюсь что мы дальше еще будем освещать темы относительно масла и и же с ним для того чтобы у нас была возможность приобщиться к прекрасному чудесному ну и собственно изменить свою жизнь как я сказала ранее к лучшему друзья благодарю вас пусть у вас все ладится получается всего доброго до свидания